Я тут недавно нарыла очень интересные такие сведения и хотела с вами как раз этой информацией поделиться. Привет, друзья! На связи Рина Пьянтонида, ваш риэлтор во Флориде. Мы сегодня с вами продолжим разговор о земле. Я тут недавно нарыла очень интересные такие сведения и хотела с вами как раз этой информацией поделиться. Но на всякий случай, с самого начала, хочу напомнить, что если вы еще не подписались на мой канал, обязательно это сделайте. Если вам мои видео нравятся, не жадничайте, поставьте лайк. Если у вас останутся какие-то вопросы, прокомментируйте. Я с удовольствием на них найду ответ. Если хотите получить мою консультацию как риэлтора, оставляйте свои контакты по подсказке вверху, в углу экрана. А мы с вами поехали разговор про землю. Почему я время от времени возвращаюсь к этим разговорам? Почему я все время говорю про землю? Потому что, с одной стороны, для нашего русского уха понятнее, что купил кусок земли, построил дом такой, как ты хочешь, так, как ты хочешь, качественно и никому не доверять. Это более понятно. С другой стороны, в последнее время земля стала невероятно популярна у нас во Флориде. Это говорит о том, что ее цена буквально в последние 3-4 года вырастает там буквально от нескольких сотен долларов до уже до 20-30, а иногда 50-70 тысяч долларов. И я в свое время хотела купить землю и поставить там новый мобил хаус, manufacture house, и отказалась от этой идеи, потому что у нас в округе земля стала невероятно дорогая. И то, что стоило 25 сейчас стоит 80-90, и то есть это сейчас на данном этапе совершенно неинтересно. Но, однако, во Флориде есть еще заповедные места, где земля стоит не так дорого, а это раз. И, во-вторых, я хотела с вами поделиться очень интересным направлением, куда же все-таки движется рынок земли во Флориде, в какую сторону он продвигается, и показать это на карте Флориды. Поехали, давайте смотреть. Я вам буду показывать сейчас совершенно открытый рынок, тот же самый Назилу, который вы можете увидеть. И вот мы с вами здесь видим, если мы посмотрим на карту Флориды, мы здесь с вами видим те места, где продается земля. Традиционно, если мы с вами будем говорить, огромное количество земли, которое продается, это наш с вами небезызвестный Нордпорт. И когда-то здесь продавалось больше земли, сейчас вы видите, что здесь земли продается не так много. Вот, допустим, вот здесь вот вы видите, что здесь уже не продается, продаются все края. Края, допустим, с этой стороны продаются, и что-то осваивается вот здесь, то, что было когда-то пустым местом. И сейчас вот видите, 10-14 вот здесь вот продается пока. При этом рынок земельный, он движется на юг, поскольку вот здесь у нас народ понял, что землю покупают за небольшие деньги и хорошо. Начали активно использовать земельные угодья, и каунти режет участки, и вот начинается их массовая продажа. И вот если мы сюда посмотрим, то вот здесь вот видите массовая продажа участков. Вначале их, каким образом это происходит? Вначале каунти нарезает вот эти участки, то, что были джунглями, и продает их на местных аукционах. И на этих местных аукционах знающие люди приходят и скупают участки. У меня такая ситуация была, когда риэлтор сама купила участки за участок полуакра за 8 тысяч долларов. Вот как бы это была цена пая у каунти. А потом спокойно его продавала за 25. Тоже, кстати, неплохое вложение денег. И вы видите, вот здесь вот эти участки, вот они 8-9 продаются. Вот здесь эти участки, то есть вы запросто можете купить эти участки. Дальше, вот где, то есть не массовые вот такие вот скопления, где еще продаются. То есть это продаются уже у собственников то, что есть постарше. И вот смотрите, что хочу вам показать. Видите, сколько здесь, какое большое количество участков продается. Это участки, которые называются в городе, вот сейчас вот тыкнем в любой, в городе, который называется Кейп Коралл. Вот это очень интересная и очень хорошая картинка. Вы видите, чем хороши эти участки. Эти участки хороши тем, что здесь уже сделан ландскейпинг территории, территория поднята, выровнена, вытащены, вот выкорчеваны все деревья. А почему же это происходит? А вот посмотрите, почему. Вы видите, вот такая вот голубая полосочка, которую мы с вами увидим, если мы немножко раздвинем здесь. Вы видите, вот тут вот есть вот такие вот голубые полосочки. Вот эти голубые полосочки, это уже не те ниточки, которые я вам показывала в Норпорте. Это прорытые каналы. И на мой взгляд, это очень интересная находка, каким образом, с одной стороны, убрать лишнюю воду в южной части Флориды, чтобы не было затопления. И с другой стороны, дать как можно большему количеству резидентов возможность по этим каналам выходить прямо в Мексиканский залив. Этот проект, я не представляю, сколько денег он стоил для того, чтобы вот всю эту территорию очистить, поднять, прорыть каналы. И здесь есть возможность на этих каналах ставить причал, ставить лодку свою на постоянную парковку. И эти все каналы, что очень важно, они все, вы видите, между собой соединены, видите как, и они все выходят в открытое море. И поскольку здесь у всех есть вот такая возможность, и уже это готовая территория, этот район начал интересовать большое количество людей. Шесть месяцев назад там вот эти участки, которые стоят на каналах, продавали по 15 тысяч долларов. Все участки нарезаны по 10 соток. Вы видите, что, вы видели на картинке, что там уже проведены дороги, проведены линии электропередач, будет проведена вода, и они начинают застраиваться, причем они как бы начинают застраиваться, как весь юг Флориды. И это достаточно дорогое там, вот если там на продажу, то там 400-500 тысяч стоит дом. Так что, вот это очень интересное направление развития рынка. Если вы хотите приобрести там участок, я с удовольствием вам в этом помогу, потому что в настоящее время можно пока найти участки, которые непосредственно выходят на канал. Там есть огромное количество участков, которые, допустим, на канал не выходят, но где-то находятся рядом, и у них, соответственно, будет ниже цена. Но найти участки с доступом, прямым доступом к Мексиканскому заливу пока еще можно, и пока еще это можно сделать по достаточно доступной цене. И что здесь большое преимущество, что территория уже выровнена с одной стороны, очищена с другой стороны. То есть никаких дополнительных расходов к тому, что там надо будет выкорчевывать деревья, что там надо будет, как бы, очищать территорию, чтобы ветки не падали на соседей. В процессе, да, если не сразу строить, а оставить дом, такой ситуации не будет. Интересное очень предложение, очень интересное. Сама заинтересовалась, хочу проехать туда, посмотреть, как это выглядит. Но то, что я видела, то, что я прочитала в открытых источниках, очень впечатляет. Минус этой эрии далековато от самых крупных аэропортов. Здесь получается, как бы, два часа до Майами, два часа до Тампы. Остальное для жизни, для удовольствия ежедневного. Welcome to Florida. Напоминаю, если вы еще этого не сделали, обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. С вами была Рина Пентанида. А в комментариях, кстати, предлагайте мне новые темы, что бы вы хотели узнать, что обсудить. С удовольствием вам буду рассказывать. Пока, пока, пока. Субтитры подогнал «Симон»